Всем привет! Вы на канале Smart Обзор. Как всегда, я постараюсь поделиться с вами самыми актуальными новостями из мира гаджетов. Поехали! Очередные слухи крутятся вокруг HTC. Как ранее сообщил президент компании, в 2017 году они выпустят 6-7 смартфонов, и в их числе будет настоящий флагман. И называться он, как ожидается, будет всё-таки HTC 11. А значит, предположения о том, что HTC U Ultra и будет продолжением их топ-линейки, могут оказаться неверны. В сети крутится скриншот раздела меню об устройстве с предполагаемого флагмана. Исходя из изображения, HTC 11 будет оснащаться процессором Snapdragon 835, 6 ГБ оперативной и 128 встроенной памяти, Quad HD экраном и Android 7.1. Правда, как сообщает GSM Arena, эти данные никем не подтверждены и вполне могут оказаться уткой. Подождём подтверждение. Далее поговорим о новых Huawei P10 и P10 Plus. Опубликованы цены на данные смартфоны в Китае. P10 выйдет в трёх версиях. 4.32, 4.64 и 6.128 ГБ памяти и будет стоить 508, 595 и 683 доллара США соответственно. P10 Plus же имеет две версии. 4.64 и 6.128 за 726 и 828 долларов соответственно. Среди особенностей моделей отмечу восьмиядерный процессор Kirin 960 и двойную камеру с оптикой Leica, а в версии Plus ещё и изогнутый дисплей. Смартфоны обещают быть очень интересными, а компания Huawei продолжает наращивать продажи по всему миру, прочно закрепившись на третьем месте после Apple и Samsung. Тем временем Xiaomi 14 февраля представит Redmi Note 4X, главным новшеством которого будет 4 ГБ оперативной памяти и процессор Snapdragon 653. Думаю, больше особенных отличий от предыдущей модели не будет, так что если вы отказывались от покупки Note 4 именно из-за Helio X20, то данная модель может прийтись вам по душе. Кстати, Meizu также скоро порадует нас новинкой в бюджетном сегменте. Просочились данные о смартфоне M5s. Аппарат получит 5,2-дюймовый IPS-экран и процессор Mediatek MT6753. Будет три варианта – 3.32, 3.64 и 4.128 ГБ памяти. Устройство будет работать на Android 6 и иметь аккумулятор на 2930 мАч. Скорее всего, бюджетник порадует нас ценой – около 145 долларов за базовую версию. А теперь пройдемся по новостям, которые коснутся нас непосредственно. Исходя из сообщений Rambler News Service, со ссылкой на слова заместителя главы ФАС Анатолия Галамолзина, антимонопольная служба договорилась с мобильными операторами об отмене национального роуминга уже в этом году. Компании постараются сделать так, чтобы тарифы на услуги связи не менялись в зависимости от перемещения абонента внутри страны. На мой взгляд, это замечательная новость. Главное, чтобы операторы не заложили расходы на отмененный роуминг в стоимость своих тарифов. Не менее интересующая нас новость состоит в том, что Алиэкспресс отменяет бесплатную доставку в Россию товаров дороже 2 долларов. Как сообщает РБК, уже с 7 февраля все товары выше данной стоимостью будут получать трек-номер. Это поможет улучшить стабильность и качество сервиса компании. Посмотрим, насколько вырастет цена на товары после введения данных изменений. Но думаю, что не на много. Зато теперь мы точно будем знать, где же посылка находится уже 54-й день. Ну а вообще, единственная новость об Алиэкспресс, которая меня действительно волнует, это то, как долго еще будет работать способ по получению двойного кэшбэка с покупок. Видео с инструкцией смотрите у меня на канале, ссылка в описании. На этом все, друзья. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, если видео вам понравилось. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok